Так, это мы с вами про соглашение и обоснование вопроса. То есть начиналось все с того, что резидент обязан вести только разрешенный вид деятельности, то есть на то, на что у нас заключалось соглашение и что ему прямо разрешено. А прямо разрешено то, что прописано в соглашении в бизнес-плане. Я анализирую, мы с коллегами анализируем переписку Минфина и письма ФНС, а также стали появляться уже судебные акты, первая судебная практика. Дальний Восток уже дошел до высших инстанций арбитража. Соответственно, можно сделать уже выводы примерно, как себя будет вести ФНС, какую позицию она будет занимать. И Минфин, как ее старший товарищ, по сути у нас ФНС, это и есть подразделение Минфина России. Все чаще звучит в определениях судов и в разъяснениях Минфина в качестве планового документа. Документа, бизнес-план, они упоминают, что бизнес-план и плановые штатные расписания являющиеся приложением к соглашению. Такие вещи часто были приняты на Дальнем Востоке, в дальневосточных ТОССРах. У нас в принципе в соглашении тоже упомянуто, что бизнес-план является приложением. И очень много споров, очень много переписки в последнее время в связи с отклонениями фактической численности нанятых сотрудников и фактического количества созданных рабочих мест от планового штатного расписания и от планового количества рабочих мест. Я думаю, что все участники нашей сегодняшней конференции различают эти понятия – рабочие места и физические лица, нанятые на эти рабочие места по трудовому контракту. То есть я сейчас листать не буду, ссылочка на пункт 10.1 статьи 427, который появился с августом 2018 года, устранил с одной стороны двусмысленность, которая возникла при создании ТОССР. Мы упоминали о том, что рабочее место – это не есть физическое лицо, это не есть позиция штатного расписания, это не есть работник, нанятый по трудовому договору. Федеральные коллеги, депутатский корпус услышали это и регламентировали нам деятельность. Регламентировали эти понятия, ввели понятие рабочее место, ввели понятие физическое лицо, занятое на этом рабочем месте. Но параллельно еще и прикрутили гайки, сделали ограничение о том, что эти рабочие места должны быть созданы только при исполнении соглашения. То есть все рабочие места созданы до заключения соглашения, а это у многих генеральный директор, главный бухгалтер, ну или там директор-бухгалтер. Кто-то успел нанять исполнительного директора, кто-то коммерческого директора по маркетингу, продажам, технического директора, заппроизводством. Все эти рабочие места, созданные до заключения соглашения ТАССР, ну то есть сперва появлялась команда в компании, нанималась в штаб, потом подавалась заявка от уже созданного юрлица с командой на вхождение в ТАССР, заключалось соглашение и какое-то количество рабочих мест оказалось созданным до заключения соглашения. Соответственно, вот эти рабочие места и эти физические лица, нанятые на эти рабочие места, я уже забегаю вперед, да, это зона риска и зона больших вопросов. Чаще всего, чаще всего заработная плата этих людей, страховые взносы с заработной платы этих позиций персонала должны начисляться по общим ставкам, не льготным. Бывают, конечно, исключения, когда там рабочее место создалось, но у него не был нанят сотрудник и потом, допустим, там нанят был другой. Это вопросы очень спорные, законодательства никак и в нормативке не отрегулированы и в переписке пока это не звучит, потому что очень частная ситуация с одной стороны, да. С другой стороны, депутатский корпус и правительственные чиновники только сейчас, к сожалению, начинают понимать всю глубину вопросов по территории опережающего развития, созданной в моногороде, с уже действующими бизнес-процессами и так далее, и так далее. С Дальним Востоком все было гораздо проще и то, заметьте, судебная практика по Дальнему Востоку уже есть. И те судебные решения, которые мы видели, они не в пользу налогоплательщикам. Так, дальше. Соответственно, вот это все аргументация под тем, что резидент обязан вести деятельность и категорически вас призываю, не ставьте на баланс резидента ТСР непрофильной деятельности. Это все только усложняет. Ну, к примеру, самые частые вещи, которые возникают в процессе, субаренды помещений. У нас есть свободные помещения, мы хотим им сдать субаренду. Если субаренда помещений не была предусмотрена в вашем бизнес-плане, это иная деятельность, не связанная с соглашением. И, как сказать, получив какой-то доход на эти субарендные платежи, вы получите массу вопросов по ведению раздельного учета площадей, связанных с исполнением соглашения ТСР, площадей не связанных, людей, которые задействуют сдачу в аренду. А мы имеем дело в лице Минфина и ФНС с реалистами, которые понимают, как ведутся бизнес-процессы. Они потребуют указать, кто из персонала занимается в качестве агента сдачи помещений, кто это помещение показывает, кто заключает договора субарендой, кто занимается обслуживанием интересов этих самых арендаторов в аренду часть помещений. И так далее, и так далее. Потребуется вести распределение косвенных затрат, потребуется закреплять человека, который занимается сдачей в аренду помещений. Я уже не говорю о том, что если помещение было построено в рамках соглашения за деньги резидента ТСР, и этот объект недвижимости облагается на пониженную ставку по налогу на недвижимое имущество, то высокой долей вероятности, процентов 95, ту часть помещения, которая сдается в аренду, то есть не занята в производственном процессе, по ней ее надо будет выделить физически в БТИ из кадастрового учета, и по ней не применять льготную ставку по налогу на недвижимое имущество. Почему я говорю 95 на 5 процентов? Потому что точка в этом вопросе не поставлена. Я думаю, что при умелой налоговой адвокатуре удастся, может быть, кому-то доказать в суде тот факт. Ну вот, допустим, изменилась рыночная конъюнктура, то есть или там решили более миниатюрную производство использовать, высвободилась часть помещений, чтобы по ней не нести только расходы, а получить доходы. То есть вот мы еще решили в аренду. Может быть, налоговые адвокаты отстоят наличие на балансе непрофильной деятельности и о том, что это непосредственно связано с производством. Ну, не знаю, допустим, может быть какая-то ситуация, когда в качестве арендатора пустили своего смежника по субконтракту, который занимается, например, в этом помещении производством комплектующих или деталей для основного производства. Фактически кооперационный смежник, да? Это будет аргумент неплохой в суде, но, опять же, положительное решение суда по ставке налога на недвижимое имущество по этой операции, естественно, никем не гарантировано. Суд может занять любую, что называется, из сторон, да? В этом отношении в соглашении резидента Тассер прописано все достаточно жестко, а экономическую телесообразность придется доказывать. Поэтому, я думаю, что здесь вероятность больше не в пользу налогоплательщика резидента Тассер. Еще возникают такие ситуации, например, временно свободные средства разместили на депозите, получая от них доход. Это доход на процентах, не связанный с основной деятельностью компании. В принципе. И одни из наших клиентов, резиденты Тассер, выделили директора и главбуха, которые занимаются этим видом деятельности, вывели, так сказать, их за периметры Тассер. Но там так получилось, что позиция директора и главного бухгалтера была создана до рабочего места, и физические лица были наняты до заключения соглашения Тассер. Поэтому у них нет никаких иллюзий по начислению пониженных ставок страховых взносов по налогам, страховых взносов заработной платы этих людей. И поэтому они вывели их за пределы Тассер в раздельном учете. То есть у них отдельный табель, отдельный раздельный учет фонда заработной платы, налогов и так далее. И вот на этих людей навесили обязанность предоставлять займы, например, за процент и вывели. Но, честно говоря, чем меньше таких операций будет, тем больше у вас, что называется, будет спокойствие, меньше будет головной боли и нервов по вот этим самым операциям, по основной деятельности. Потому что, получая какие-то, извините меня, рубли, или пусть тысячи рублей, сотни тысяч рублей, рискуем на самом деле миллионами. Я сейчас про налоговые льготы. И какие-то вот такие операции, они могут смазать основную деятельность, основные льготы. Поэтому рекомендую такие вещи не практиковать. Еще одна ситуация, такая достаточно непростая, неоднозначная, на нее точно нет ответа сейчас. И это, скорее всего, родится в переписке с Лимфином, может быть, не в судебных спорах. Это образующиеся в процессе производства отходы в виде необоротной тары. Ну, я сейчас говорю про картон, про пластиковую упаковку, я сейчас говорю про металлическую стружку, про какие-то обрезки, там, и что-то в этом роде. Я уже не говорю про опасные производственные отходы, это совсем отдельная тема. И на сегодняшний момент утилизация этих вещей происходит следующим образом, что их можно пока сдавать за деньги. То есть, агломерировать, собирать и сдавать. Картон, ну, как минимум, картон, да. Я уже не говорю про металлическую стружку. Возникает доход от непрофильной деятельности, от продажи производственных отходов. И вот здесь, почему дилемма такая, не знаю, там, 50 на 50, 60 на 40, не знаю, сколько пока. С одной стороны, это отходы, образующиеся в производственной деятельности. Это естественный процесс, да. И предприятие, я не знаю, как надо запланировать свою деятельность, финмодели в бизнес-плане, чтобы рассчитать еще и реализацию вот этих самых побочных продуктов, возникающих, да. Отходов или брака, или чего-то там, ну, недоиспользованное сырье, конечно, уж нет. Вот. С одной стороны, это непрофильная для тассировой деятельности. И доходы по нему, соответственно, тоже и расходы по нему надо вести обособлено. Вот раздельный учет здесь точно, вот по теме нашей, да. Вопрос налогообложения, я сейчас немножко в сторону ухожу, это отдельная тема. Будут ли применяться пониженные ставки или не будут. Но раздельный учет, таких вещей точно вести надо. То есть, чем, если у вас есть возможность на баланс и профильные операции не сажать, пожалуйста, не сажайте. Так. По 284 статье немножечко скажу, да. По доходам от вот этих самых непрофильных видов деятельности. При условии введения раздельного учета, а здесь уже аксиома, здесь уже как-то 100% это надо вести. Если доход от непрофильного вида деятельности не превышает в структуре доходов 10%, то в принципе по этому доходу можно применять такую же пониженную ставку налога на прибыль. Я сейчас говорю про 5% и 12% в зависимости от того, в каком налоговом периоде это возникло. Так, это требования. Ну, соответственно, никаких обособленных подразделений. И, да, вот еще, извините, немножечко я в сторону убегу. Про обособленные подразделения за пределами ТАСР. Некоторое время назад Минфин, у нас есть такие разъяснения на руках, объяснял о том, что льготные ставки страховых взносов можно применять не только к трудовым договорам, в 2017 году это было, до 300-го федерального закона, но и к договорам гражданского правового характера, а также к людям, которые, рабочие места которых, которые выполняют свою функцию за пределами ТАСР. Речь шла о агентах по снабжению и агентах по сбыту. Не связанных агентских договоров, а людям, находящимся в штате. То есть это не договор концессии, не договор коммерческого представительства, не агентский, не консессионный, а трудовой договор с этим сотрудником, должность которого называется снабженец или там агент-менеджер по снабжению, или там, не знаю, коммерческий представитель, редко, конечно, в основном, там, не знаю, агент по сбыту, у которого деятельность либо постоянное представительство где-то, что помогает ему реализовывать продукцию, либо деятельность его носит разъездной, выездной характер работы. Ну, не вахта, наверное, все-таки, а именно разъездной характер работы. И вот с этим разъездным характером работы в законодательстве сейчас большой пробел. Естественно, законодательство ТАССР никак не приведено в соответствии с новыми поправками в трудовой кодексе. Если кто не в курсе, у нас в трудовом кодексе появилась новая глава, которая называется дистанционные сотрудники, находящиеся на удаленке, дистанционные рабочие места. У нас есть несколько видов дистанционки, постоянные, временные и так далее. Естественно, ТАССР пока этого ничего не учитывает. И вот эта сфера, в которой будет у нас корректировки, скорее всего. Если депутаты захотят это отрегулировать. Так, значит, соответственно, вот эту самую низкую ставку по налогу на прибыль, пониженную, можно применять к ТАССРовским доходам и к не ТАССРовским доходам. Если, соответственно, доля не превышает 10%, я про это сказал, организация не имеет обособленных подразделений за пределами ТАССР, но обратите внимание, что обособленные подразделения на территории других ТАССР, ну, в вашем случае, допустим, в Чистополе, в набережных Челнах, в Менделеевске, в Зеленодольске, получается, допускает законодатель такой момент. Если, значит, за пределами нет, то льготную ставку применять можно. Если и есть, то льготную ставку применять нельзя. К вопросу вот этих обособленных подразделений. Обособленные подразделения за пределами ТАССР – это тоже объект раздельного учета. Таких людей тоже надо выделять в раздельном учете. Отдельно начислять на заработную плату. Кто как? Кто-то делает отдельные табеля, кто-то делает отдельные расчетные ведомости. Ну, то есть ТАССР и не ТАССР, да? Кто-то конкретизирует, создаёт внутренние структурные подразделения, обособленные по-разному всех ситуаций. На всякий случай, что такое обособленное подразделение – это если стационарное рабочее место на срок больше одного месяца за пределами. Так, ну и, соответственно, налоговый кодекс четко определяет, что такое рабочее место. Так, это я вам уже сказал. Это те самые 90%. Ну и, соответственно, вот он, раздельный учет. По раздельному учету упоминается у нас в нескольких местах. В налоговом кодексе и в 473 законе, в соглашении по ТАССР. Так, и вот, соответственно, ну, ещё никаких операций. Ну, понятно, это прямо запрещено 614-м постановлением. Соответственно, это точно не надо применять. И здесь даже не до раздельного учета. Это здесь вообще речь о том, чтобы не слететь со статуса резидента ТАССР, не расторганных соглашений. Такие вещи тоже в вашем соглашении прописаны. Тоже просьба этого придерживаться. Так, про 427-ю. Вот я обещал вам фрагмент пункта 10.1. Кому применяются пониженные... Я думаю, бухгалтера налоговый кодек в 427-ю статью уже знают вдоль и поперёк. И особенно 10.1, которая касается резидентов ТАССР. И 284.4, и 284.10 на всякий случай сюда привожу. Это вот то, что нам отрегулировал 300-й федеральный закон. Рабочие места впервые создаваемые. Естественно, рабочие места, созданные в рамках соглашения, требуют раздельного учета от рабочих мест, созданных вне соглашения. Ну, то есть до или не связанных с исполнением соглашения непрофильной деятельности. Ну и, соответственно, раздельный учет физических лиц, занятых на этих рабочих местах. Я уже не говорю сейчас про то, что мы фактически сейчас отчитываемся с вами численностью персонала за рабочие места. То есть у нас еще здесь недоотрегулировано. У нас 61-й ПКН не приведен в соответствии с 300-й федерального закона, к сожалению, до сих пор. Так. Ну, про филиалы представительства многие знают. Соответственно, вот то, что я говорил вам в начале второй части выступления, да, очень рекомендую для всех лиц, принимающих решения, для руководителей структурных подразделений, сделать что-то типа инструкции по принятию решений о том, что за квартал до, то есть заблаговременно до наступления отчетного квартала обязательно надо сверить часы, и сверить плановые показатели ТАССР с тем, что собираются делать в этом квартале, чтобы процесс был управляемым и плановым. Так, я, наверное, на этом заканчиваю. И готов прочитать и озвучить вопросы в чате, если таковые есть. Так, вопросов пока, наверное, нет. Я, честно говоря, иллюзий по вопросам не питаю. Дело в том, что тема непростая, и тема очень индивидуальная, конфиденциальная, поэтому понимаю, что какие-то вопросы не могут быть озвучены в широком сообществе, но, в принципе, вы ссылочку на сайт видели, вопросы можно задавать, и я думаю, что в рамках отдела консультации мы можем разобрать ваши вопросы. Они все, как правило, сложные. Ни один еще я не видел, не подразумевал однозначного ответа, да, можно или нет, нельзя, потому что, как правило, все вопросы немножечко, как это, сложны в разбирательстве по многим, коллеги уже знают из других моногородов и, может быть, кто-то из вас, что очень часто мы пишем, помогаем составить запросы в Минфин, правильно ли мы понимаем, полагая, что вот это такое-то изложение вопросов. Так, раз вопросов нет, я тогда на данном этапе благодарю вас за внимание, за ваше время, удачи вам в реализации ваших проектов, и, соответственно, если вопросы будут, пишите об этом, я уже сказал. Ну, собственно, наверное, все, успехов вам, успехов, всего доброго, соединяйтесь, доброго дня. Так, про дистанционных работников. Так, ну, сейчас время у нас уже выходит, давайте я запишу вот это письмо, и про дистанционных работников, ну, суть вопроса прочитаю, и так. Если не сложно, вы напишите на нашу почту, я вот вижу только, кто написал, к вам большая просьба, напишите, ладно, вопрос на почту, а письмо, это я прочитаю и ответим. Постараемся, по крайней мере. Спасибо большое, всего доброго. Так, вот на один вопрос отвечу, который достаточно простой. Если производственную линию в бизнес-плане не отразили, но она относится к производственной деятельности, связанной с соглашением, но, честно говоря, пока не понимаю, как это может быть. Все, что у вас не упомянуто в бизнес-плане в соглашении, оно к соглашению не относится. К производственной деятельности, наверное, да. Я в данном случае, я так понимаю, вопрос еще связан в какой-то степени с планом капитальных вложений. Я бы на вашем месте вышел на исполком с предложением перезаключить соглашение, внеся в него обновленный ваш план капитальных вложений. И тогда вы спокойно купите эту производственную линию по соглашению, которое уже будет в обновленном виде. То есть в этом соглашении внесете факт за истекшие квартала, за истекшие периоды, запланируете покупку этой линии в финансо-экономической модели в бизнес-плане, переподпишете это соглашение с обновленными показателями, спокойно купите. Вот я предлагаю такой вариант, потому что процесс должен быть взаимосогласованный, договорной. Я думаю, что при увеличении вами капитальных вложений, исполком они на экономике вам не откажут и переподпишут соглашение на увеличение суммы КВ. Я думаю так. Всего доброго. Теперь точно отключаемся. Спасибо. 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 Спасибо.